Продолжаем тему Шимоничи и Куртанты Нори. Купим. Есть нюансы. Передняя рука – это монокол. Монокол, управляющий двигатель партнера и, возможно, перекладывание его движения по запятке. Это монокол. Силовая рука – так, как вы двигаете в голову. Монокол – силовая рука. Партнер часто выходит у вас в фототеке в голову. После этого силовая рука – на такую. Взять. Еще раз. Вот эта позиция – она проходная. Сейчас партнер начинает движение глаз, пытается вас атаковать. Ушли с ними атаки. Развернули партнера. Запястье загрузили. Партнера проконтролируют. Станцию заходят. Очень важный момент – вот здесь. Первый. Укин должен честно хотеть ткнуть вас ножом. Ваша задача. Если вы начинаете делать ходки ноги, не смещаясь с линии атаки, нож должен у вас прийти. Поэтому здесь происходит сращивание двух движений. Уход с линии трех. Уход с линии атаки. Загрузка запястья. И выстрелы в голову партнера. И после этого можно по первому баллу. Развернули. Зафиксировали. И оставили. Атака в голову – делать нечестно. Чтобы партнер чувствовал поток, который не был. Если атака какая – партнер не обязательно не пишет. А ты всегда честно. Пусть коряво, пусть какое – пусть, кстати, он не так. Он должен быть честно. Если партнеру не убирает голову, не убирает голову. В движении должно быть у него коснуться. Поэтому для наи тренирования – уметь контролировать свое движение. Если партнер голову не убирает, должны не коснуться его, не пронося. или остановить 2-3 от партнеров. То есть ваша работа все время доверена. Партнеры знают, что вы, если договорились работать честно на пронос, то работать честно на пронос. На пронос. Он умеет. Если вы договорились, что я останавливаю руку на его голове, он начинает работать именно с этим статем. Потому что, например, Илье страшно, когда он работает рука на пронос, он начинает сколывать. Договорились об этом, и начинаете работать уже. Вся работа строится на доверии. Ясно? Ильюша, понятно? Все работает руку на его.